Балатовская парка Берегите своих любимцев на прогулке. Собаки умирают очень быстро. Видимо, отрава какая-то новая. В соцсетях подобных сообщений десятки. Все эти отнюдь не бездомные собаки отравлены докхантерами, заявляют владельцы животных. Яд начинает действовать мгновенно. Любимца Юлии Верхоланцевой и бигля по кличке Вуди удалось спасти. В крови у животного обнаружили следы из-за неазида. Это противотуберкулезное средство в белых или прозрачных гранулах. Заметить их на снегу практически невозможно. Для человека препарат в определенных дозах безопасен. А вот для собаки может оказаться смертелен. Нам же врач сказала, что у нас есть два способа отравиться. Первый – это через вдохнуть, второй – полизать или съесть. То есть у нас был именно вдох, и сразу парализовали легкие и нервную систему. Собаководы сейчас составляют перечень мест, где может быть разбросана отрава. В список уже попали. Балатовский парк, сквер перед Доколенино, сад Сверлова на улице 1905 года. На Садовом улица Старцево, Тихий компрос. И с каждым днем печальная карта пополняется новыми адресами, говорят зоозащитники. Последний раз был такой случай, что человека прямо на видеокамеру засняли, как он разбрасывает эту отраву. И, конечно, мы будем его привлекать к ответственности. Сейчас город весь обвешан видеокамерами, поэтому с каждым днем уйти от ответственности становится все сложнее. Опытные собаководы советуют быть внимательными при выборе площадки, не посещать незнакомые места. И обучать своих питомцев элементарным командам и навыкам. Команда ко мне предупредить события, отозвать собаку, если она принюхивается, или на встречу идет человек. Команда – фу, чтобы она не подбиралась к земле. Ну или вот такие приспособления, как собака несет какой-то апортировочный предмет, с тем, чтобы мименизировать вот эти случаи. А пока собаководы ждут обильных снегопадов, чтобы присыпало разбросанный яд. Только тогда занятия по дрессуре можно будет продолжить. Поехали. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...